Продолжение следует... Безобразие, которое творится в образовательной сфере, я учитель. Безобразие, которое творится в медицине. Ее практически, почти она умирает, да, в наше здравоохранение. Ну, я считаю, что при нынешнем политическом режиме, при Путине, при Шансове ничего изменить не удастся. Надо убрать их, потом менять все остальное. А каким образом менять? Вы за революцию? Ну, я за смену политического режима без насилия крови. А это возможно? Я надеюсь, что да, иначе бы я сюда не пришел. Я бы тогда надел маску, взял бы лом и крушил бы, как стекла в офисе Дмитриевского крушили правозащитника, когда я там дежурил. Мы же не такими методами действия. Мы вот снимаем маски, мы выходим в открытую. А как живется в Нижнем Новгороде? Вы знаете, что касается материального положения, сносно вполне живется. То есть на хлеб хватает, на фотоаппарат хватает, если подкопить с учительской зарплаты. Так это же, наверное, главное. Власть говорит, что это главное. Чем же вы недовольны? Семьи с учительской зарплатой я не прокормлю, это безусловно. Рост зарплаты – это фикция. Никакого роста зарплаты учителей не было за последние годы. Знаете, когда я вижу спиленные деревья, а вот если вы камеру повернете, у нас памятник архитектуры 19 век стоит и не ремонтируется лет 10 уже на главной улице города. Когда я все это вижу, я не могу спокойно проходить. Вот это все в сумме накапливается. И я надеюсь, что можно что-то изменить. А почему сегодня пришло не так уж много людей? Не накопилась еще критическая масса недовольных? Ну, у нас никаких средств массовой информации нет. Листовку наклеил, утром ее уже сорвали. Кто читает интернет, тот придет. Ну, плюс еще, честно говоря, многие люди разочарованы, они не верят в успех. Они бы пришли, если бы они поверили в то, что изменить можно. А что нужно сделать, чтобы они поверили? Как их убеждать? Примером, собственно. Спасибо большое. Пожалуйста.